РУАД Ньюз. Самые динамичные новости. 23 апреля в Москве состоится общее собрание членов Российской ассоциации дилеров, в ходе которого пройдут до выбора в состав Совета РУАД, так как имеются вакантные и важные для лучшего функционирования ассоциации места. На данный момент свои кандидатуры подали Виталий Киселёв, генеральный директор РУМОС Комтранс Город Тверь, Евгений Колченко, директор направления юридического сопровождения группы компании Евросип из Санкт-Петербурга и Антон Солдунов, основатель группы компании Петровский. Вы можете отдать свой голос в режиме онлайн до 22 апреля, заполнив бюллетень для голосования и отправив его вместе с доверенностью на электронную почту, указанную на экране. Также вы можете проголосовать очно 23 апреля в офисе РУАД во время проведения общего собрания. На встрече президент РУАД Алексей Подчеколдин представит отчет о деятельности ассоциации за 2023 год. Дополнительно будут рассматриваться вопросы обновления структуры профильных комитетов ассоциации, финансовая деятельность и многое другое. Ждем вас на общем собрании членов Российской ассоциации дилеров и призываем вас быть активными участниками жизни РУАД. Полным ходом продолжает идти конкурс профессионального мастерства «Наша победа». Уже прошли промежуточные этапы в таких городах, как Ижевск, Саратов и Екатеринбург. Следующими местами проведения конкурса станут Москва 26 апреля и Брянск 28 мая. В эти дни специалисты по дитейлингу и шиномонтажу дилерских предприятий покажут свои лучшие профессиональные качества. Запуская данный проект, РУАД ставило перед собой такие задачи, как повышение престижа рабочих профессий в авторитейле, обеспечение возможности обмена опытом между работниками, анализ уровня квалификации и многое другое. Стоит напомнить, что у конкурса «Наша победа» также имеется денежное поощрение. На региональных отборочных этапах участник, занявший первое место, получает 50 тысяч рублей, второе – 30 и бронзовый призер – 20 тысяч рублей. А уже в финале победители регионов будут сражаться за 300 тысяч, 200 и 100 тысяч рублей. РУАД желает удачи всем мастерам своего дела. Юридический комитет Ассоциации РУАД продолжает организацию практических семинаров, где разбираются наиболее острые проблемы юридического характера, так как в последнее время наблюдается увеличение числа обращений от дилерского сообщества, касаемых недобросовестных покупателей, которые используют различные схемы для обогащения. 10 апреля в Москве прошла встреча, посвященная закону о защите прав потребителей. Эксперты Ассоциации РУАД и юридической компании «Пепеляев Групп» ответили на все вопросы и разобрали реальные судебные кейсы. Президент РУАД Алексей Подчеколдин рассказал о случае, с которым он столкнулся лично. У нас уже, у меня тоже есть уже такие риски, дела, когда машина уже там и 10 лет, казалось бы, там уже и пробег там по 200 тысяч, и тем не менее, все было описано, что там немножко уже и кузов там что-то, и где-то ржавый, и где-то там уже коробка передачная, и тем не менее находились там, что-то потекло, они, ну там буквально какой-то патрубок, там еще клиент начинает заявлять, что «А мне машину вот это не заявляли?» Вот это вот, и суды, думая, что опять же клиент слабая сторона, он бедный, ничего не должен, ну он должен был знать все, а мы ему что-то, да, болячку какую-то не рассказали, полуебилась практика, о которой сейчас вот наш из интернета там коллега спросил, да, что суды сейчас принимают решение, что заставляют действительно бесплатно, либо там верните автомобиль, верните деньги, хоть он еще поездил, еще бывает 10 тысяч, а побольше. Один из важнейших элементов разрешения судебных процессов в автомобильной отрасли является качественная экспертиза. Но, увы, она далеко не всегда проводится должным образом, а значит, доказательная база может быть слабая, и вердикт будет вынесен не в вашу пользу. Та или иная сторона анализирует заключение эксперта, и вот на это нужно обратить внимание, каким образом эксперт пришел к такому выводу, чем обоснован этот вывод, потому что нередки случаи, когда вывод является просто мнением эксперта, а мнение доказательством не является. Какая-то неисправность может возникнуть в результате нарушения правил эксплуатации. Но нарушение правил эксплуатации – это событие, которое когда-то произошло. Эксперт не присутствовал при этом событии, при нарушении. Но с каждой событией оставляет комплекс следов на материальных носителей. И эксперт должен точно знать, какие нарушения правил эксплуатации автомобиля, какие следы оставляет, на каких материальных носителях, как их найти, как их исследовать, как их правильно зафиксировать, какие для этого нужны технические средства. Зачастую вывод делается очень такой легковесный. Следов нарушения правил эксплуатации не обнаружили, значит, производственный дефект. Еще одна проблема закона о защите прав потребителей является отсутствие в нем понятия амортизации. Покупатель нового автомобиля, пользуясь им длительное время, может потребовать полный возврат средств. По мнению Сячиновой Ольги, юриста Пепеляев Групп, данную несправедливость могла бы изменить судебная практика. Но она отсутствует, так как представители судебной системы не хотят брать на себя инициативу без изменений в законе. Первая проблема, которую мы видим, это то, что в судах эта проблема не обсуждается и не ставится, возможно, перед судьями, потому что, может быть, то, что не прописано в законе, могла бы изменить судебная практика. С другой стороны, по нашему мнению, даже если доводить это до судов, то, вероятнее всего, суды неохотно пойдут на это, поскольку нет прямого указания в законе о защите прав потребителей, который сам по себе довольно императивен. Поэтому, ну, вот в этом ключе, наверное, да, такие изменения законодательства можно обсуждать. Данный семинар также имеет большое значение для выработки доказательной базы, подтверждающей недостатки закона защиты прав потребителей. Для того, чтобы РУАД при продвижении своих инициатив в государственных структурах и ведомствах опиралась на серьезную аналитику. Вопросов много, аудитория большая, в процессе рождаются мысли, идеи и решения, которые ассоциации в дальнейшем будет группировать в качестве предложений для обсуждения на более высоком уровне. Поэтому мы приглашаем вас к взаимодействию по данной инициативе ассоциации РУАД, и ваша практика будет нам крайне важна и крайне нужна для того, чтобы представить проблему, которая сегодня существует, и обозначить пути выхода из проблемы на уровне законодательства. РУАД благодарит всех, кто принял участие в семинаре. О следующих встречах и их темах узнавайте на сайте ассоциации в разделе мероприятия. Вместе мы можем многое. РУАД Ньюз. Самые динамичные новости.